С миром! Христос воскрес! Я понял, что это нельзя, то есть, да, как бы раскидывать, то есть, да, благовествовать людям, которые живут скверно, то есть, которые не тянутся к святыне, то есть, никак. Знаете, не только не тянутся, но ты для того и есть, чтобы им возвестить. Откуда ты знаешь первый раз, кто? Я свинья или он? А когда ты говоришь, и он начинает против, там, богохонничать, больше ему не говори, не разбрасывай жемчуг. Вот, я просто, ну, чтобы не быть голословным, приведу пример. Исидор Пелусиот, да, говорит про это. Сейчас, опять, не начну. Не поверено же нам и бисер пометать пред свиньями, то есть, перед погрязшими в страстях, ведущими жизнь скотскую, да не поперут их ногами, лукавыми своими начинаниями, хуля имя Божие, и вращися, расторгнут вы, ибо сообщения таковых тайн для небрежно сообщающих их есть непоправимое растерзание. То есть, ну, просто Игорь Добанов говорит, как бы, ты, ну, что, типа, ясновидящий, как ты можешь узнать, скажите, примет он, да, слово Божие или нет. Ну, просто по его, так сказать, расположению он может лицемером быть, вот как вот у меня, да, мои сотрудницы. Это сразу видно. Они эту всю святыню попрут, как свиньи просто, и дальше пойдут, и тебя еще виноватым козлом отпущить сделают. Понимаете? Ну, сразу видно, почему. А если какой, ну, добрый, да, видишь, человек, да, вот ему можно, то есть, да, взять Библию, к примеру, да, вот, зачитать местописание, сказать, вот, приходи в церковь, будь православным человеком, как-то так. Да кто ж тебе таких людей подаст? Христос, блудницы, ноги мазала миром, волосами вытирала. Мало того, Захеев зашел, все к нему никогда бы не пришли, а он уже во время расположил, сказать, половину имени отдам, кого обидел, четыре раза заплачу. Я вот сижу в тюрьме, где там, сидят люди, все уголовники, а сколько их покаялось-то? Новую жизнь вначале, а я бы вот так вот сказал, Пенсиот сказал мне, говорит, еще ради он взял. Господь, говорит, идите к погибшим овцам Израиля. Я, говорит, посылаю вас, говорит, они имеют нужду во враче, а во враче имеют нужду не здоровые, а больные. Вот я ему говорил раз, другое, он все, после первого, второго вразумления, говорит, отвращайся. Три десять к титул, еретики. Игнатий Тихонович, просто Игорь Дебунов интерпретировал, да, это местописание, вот про бисер, кстати, как будто бы это иудеям сказано. То есть, тем еще священникам, да, то есть, как бы, ветхозаветним, что это им сказано было. Оказывается, это у людей. Им сказано. И что из этого? Это относится ко всем, к митрополитам, к патриархам, к папам. А Господь сказал это сатане. Зачем так брать это? Главное, определяют. Да ты посмотри, смотри, какие слова. Кто сказал? Когда сказал? Вот, святитель Иоанн Златоуст, да, под именем же псов, он здесь разумел, те, которые живут в нецельном нечестии, без всякой надежды и исправления. А под именем свиней, всегда живущих, невоздержно, все таковые, по слову его, недостойны слушать высокое учение. То есть, ну, невоздержно, они там пьют водку, курят, это понятно, им должно всегда посеять, да. Псы, 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 это неверующие, а свиньи, говорит Борисов, это верующие, верующие, живущие, как свиньи. Пьют, курят, матерятся, лжесвидетельствуют. Вот и все. После первого... Просто, ну, я, к примеру, да, зашел на сайт, вот, и Библия оптина.ру называется, да, вот скачал, то есть, да, и это все. Ну, как бы Игоря Дыбунова отправил. Просто, где, может быть, ваше толкование взять, что, ну, то есть, в ваших трудах, в ваших книгах, как-то лучше это все, то есть, да, объяснено. Потому что, видите, я даже читаю толкование, мне нужно на толкование толкование уже получается. Понимаете? Я даже толкование не могу понять, так как, вот, к примеру, Игорь Дыбунов понимает или вы понимаете. То есть, мы совершенно по-разному мыслям, по-разному... Надо жить по ущению Христа, жить. И тогда Бог открывает. А в нечистую душу премудрость не войдет. Вот и весь ответ. Согласен. Человек ходит в церковь вроде-то, а кляузничает, всякие слухи распускает. Лжец. И перед Богом он мерзость. И что с него взять? Мирный дух мирный должен быть. Мирный. Можешь и говорить. Я ему, конечно, благодарен. Дыбунов говорит, ты, ну, как, ну, должен миролюбивым быть. Миролюбивым. То есть, а я, как бы, не такой у меня постоянно, ну, не то, что постоянно, а конфликты. Я говорю, ну, Игорь, ну, это ж, ну, понятно дело, что, как бы, может быть, и я, да, как бы, не идеально. Ну, все вокруг тоже не ангелы. Слушай, последний раз. Ты последний раз когда матерился? Я не помню уже. Ну, вот вчера я вам писал слово «бестолочь», я не знаю, но это литературное слово. И, да, вот. Ну, я так стараюсь. Вообще даже вот таких слов «бестолочь» не употребляю. Даже стараться не надо. Настолько тебе это чуждо. Что тут стараться-то? Конечно. Конечно. Вот так же вот, ну, это мне чуждо. Я, то есть, я знаю, что я не могу себя осквернить. На кой я себя буду осквернять? Ради кого? Это выеденного яйца не стоит. Правильно? То есть, то, что человек сказал, то есть, понятное дело, это все потом его будут на него отразиться. Просто? Вот, ну, единственное, вот прошу, Игорь Дебунов. За последние пять лет сколько ты работ переменил? Можешь показать? Ну, у меня в финансовом эквиваленте я могу показать. Нет, я спрашиваю место. Сколько оно просто? Не надо ничего. Сколько мест? Одно переехало, другое в Италию сюда. За пять лет сколько? Я понял, о чем. Вот, согласен, согласен. Сколько? Ну, штук, ну, три, три, да. Ну, три точно, три точно, чтобы не быть голословным. Может, чуть больше, там, четыре. Ну, так, ну, смотрите, хорошо. Первая зарплата у меня была в Российской Федерации 10 тысяч рублей. Потом у меня была зарплата 20, потом было 25, 30 тысяч рублей. Потом 60 тысяч рублей. Потом 72, 75. Сейчас я уже, ну, в общей купе Господь дает со всеми установами. То есть на июль месяц 170 можно. Почему? Так потому что я стучусь, я общаюсь с людьми, я работаю. Я не ворую эти деньги. То есть, да, я иду своим трудом, как бы, да, и ни у кого я не краду. То есть, понимаете, это идея. Сейчас у тебя вес какой у тебя? Вес какой? Ну, последний раз я говорю около 90. Но часто, когда, ну, это когда я голодал, две недели совершенно ничего не еду. А у нас сейчас центр есть. Центр есть? Около 100, наверное, уже есть. Так, а рост какой у тебя? Рост какой? Метр 79. Понятно, худеть надо. Так, а что мне не есть тогда? Он же набирается, ну, автоматически. 25 килограмм сбросить тебе надо. Ну, а как? Как? Ну, как? Они же набираются, Игнатий Тихонович. Ну, как они могут набираться-то? Если ты не будешь есть. Смотрите, вы по две недели не ели когда-нибудь? Я не ел. Две недели. Я так начинал пост великий. С шестого числа, и даже досрочно, за сутки начинал. С шестого. Ну, короче, это лишний вес-то откуда у тебя? Ну, ты смотри на себя. Ты на себя, начинай. Ты скоро в экраны влазить не будешь. Вы намекаете на то, что единостройку, да, то есть, как бы, физическим трудом. Это полезно для моего характера, для тела, да? Настройки ж много не заплатят. Ты вот так вот на животе возьми и так пережми. Какая толщина будет у тебя? Понятно. Какая толщина? Ну-ка, примерно. Перегни ее. Пес его знает. Ну, пять миллиметров точно. Ну, как пять? Да что ты говоришь, пять? Что, больше? Ну, неужели нету? С кожей вместе. Вот так вот сделай складку вот здесь на животе. И замерь, сколько это складка толщиной. Да у меня линейки тут нету, я просто, ну, может... Не, ну, не так, чтобы... Ну, выступает что-то. Ну, десять, хорошо. Пять и пять десять. Больше, больше. Больше десяти. Ну, вы намекаете на то, чтобы, то есть, все, забудь, то есть, диплом выкинуть. Я намекаю на то, что тебе давно пора это скинуть. Зачем тебе это нужно? Ты как Боров какой. Что ты делаешь? Ну, я учился долго, то есть, я шел к этому годами, понимаете. Я научился, это мое ремесло. Да никто не отнимает. Я тебе просто отсуну, у тебя все и кипишь-то. А когда бы ты под пост на то был, ты бы дрожал, лишнего слова не сказал. А то я ему башку оторву и вашим родителям. Хорошо, Игорь Тихонович. Это же поломки гормональные. Я без женщин, но бах, там неправильно что-то вышло, и все. И потом ты пухнешь, как низкогборов. Да ты о женщине говоришь, как будто бы это инструмент для благодушной жизни. Ведь она, какой тебя покажет, она тебе с первого дня будет говорить не так. И ты ее задавишь. Ну, почему? Она посадит тебя. Ну, вы говорили неоднократно. А еще, кстати, не зря он позвонил. Все-таки за работу, да, в тюремной больнице. Игнатий Тихонович, я просто, ну, как бы общался и с врачами, и со всеми. И там с начальством. Я говорю, ну, слушайте, ну, как бы, я не хочу потом в бараке в соседнем оказаться. То, что у меня неправильно что-то сделать, у меня посадить. Я говорю, у меня человек есть, который не советует туда делать. Они говорят, типа, что ты городишь, короче. У нас врачи, говорят, на вес золота. Мы своих бережем. Никто никого, то есть, не подставляет. То есть, как бы, делать свою работу. Не ведись на их неуступки, понятное дело. Потому что эти ребята еще те психологи. Понимаете, как-то и все. Ну, и с какой заработки тебе там обещают? 120 до НДФЛ. Ну, что, тебе мало, что ли? Ну, поступи. Месяц проработаешь, уже хорошо. Думаете? А что думать-то? Надо работать на месте, проверь себя. Ты там будешь маленько опасаться. Нигде за себя не заступайся. Еще так вот, вот такого вот везде. Сказали, говорят, брань на воротнике не виснет. Сказали, сотвори молитву. Прости, Господи, я опять соблазн подал. А то начинаешь зубы скалить, пока тебе не выбили их. Ну, я как бы Игорь, он говорит, ну, тут, аудио, что-нибудь начитай. Я ему начитал, как бы, да. Ну, я стараюсь, как бы, да. Вот у меня речь даже деликатная. Все. Он говорит, я вижу в тебя гнев. То есть, да, есть это. Я говорю, ну, так это ж не беспочвенно. В конце концов. Поднимайте руки, молись, поднимай руки без гнева и сомнения. Аминь. Ну, он же сразу сказал, ты не рожден свыше. Я говорю, я ж не спорю. Так, вопрос, давай быстренько. У меня время, сейчас будем молиться. Молитию подошло. Благословите хотя бы на работу. Давай, давай, устраивайся и покажи себя. Может быть, действительно, там тебе, ты уже за это время перемололся. Не первый день. А сегодня ты уже больше задумываешься об этом. Все, с Богом. Спасибо. Давай, следующий звонок делаешь, когда получишь все. Спасибо.